Прошло заключительное выездное заседание антинаркотической комиссии на повестке дня о распространении незаконный оборот наркотиков. Обсудили результаты работы по пресечению наркомании и алкоголизма за 2014 год. В городе и районе для молодежи в течение года проводили разные мероприятия. Все профилактические меры в целом ограждают Анапску молодежь от пагубных влияний со стороны. Благодаря пропаганде здорового образа жизни беседам о вреде наркотиков снизилось число людей, стоящих на учете. Борьба с распространением легких наркотиков постепенно выходит на новый уровень. В частности, объявления о продаже наркотических веществ все еще существуют на стенах зданий и заборов. На заседании отметили, что такие надписи заслуживают особого внимания. Мы сегодня не можем определить источник, кто сегодня это пишет. Конечно, понятно, вы нам объяснили, что это бригада, они делают какой-то определенный заезд сегодня, завтра. Но они не могут постоянно, каждый день работать. И, очевидно, это местные. Мы должны этой работой заниматься. Это надо в сознании людей индульгировать. Я думаю, нам в этом направлении надо поработать. Но и самое главное, нам сегодня надо определиться с тем, чтобы... Адаму Рубенчу. Все-таки результат должен быть, мы должны поймать за руку. Сергей Козлов отметил, что порой первую дозу наркотика предлагают лучшие друзья. Нужно доносить и объяснять подросткам, что попробовав однажды, они приобретут веселье на час, а взамен отдадут жизнь. Наркомания не баловство, неприятное времяпровождение, а смертельная болезнь. Неизлечимая, страшная, мучительная. Весь ужас которой в том, что поначалу она кажется безобидным занятием. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов отметил, там, где наркотики, нечего ждать честности и справедливости. Там люди, способные на всё.